Ой, сейчас разнесем в пух и в прах, ребята, этот абсолютно сумасшедший вариант диеты интервального голодания. Я, будучи диетологом и человеком с опытом, вижу, насколько распространяется, как лесной пожар просто, это интервальное или периодическое голодание. Я собрал для вас огромное количество вопросов, которые вы озвучиваете относительно интервального голодания в нашем инстаграм-опроснике. Я выписал их и сейчас вам покажу много очень интересных заметок, и вы сами сделаете вывод о том, насколько интервальное голодание это вредно или, может быть, сделать для себя вывод, что это даже очень полезно. Но сначала доказательства предъявите, потому что, ребята, вопрос стоит ребром. Во-первых, гастрит и язва. Никто не отменял, если ты не будешь есть. Во-вторых, мышцы сгорят. Просто все мы знаем о катаболизме. Не будешь есть, мышцы просто превратятся в кисель. Или мышцы превращаются в жир, что еще хуже. Значит, наша мудрость. Наша мудрость. Завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу. И мало того, еще и вечером, когда ты поешь, тяжесть плохо, потому что желудок засыпает. И все, что ты ешь, гниет. То есть это страшные вещи. И вообще, в принципе, опасность голодного обморока, невозможно работать без завтрака, это важнейшие вопросы, которые мы сейчас с вами все адресуем. И поймем, что это вообще за зверь такой вообще. Почему падение или, наоборот, распространение интервального голодания настолько много людей хотят там отодвигать завтрак. Ну, это по принципу любой ценой. Я готов или готова, прикладывая любые жертвы, типа похудеть. Знаете, как аземпик колоть. Непонятно, что со мной будет, но зато я похудею. Знаете, или как резекция желудка, или там липосакция. Любой ценой. Знаете, айфон под 500% кредита годовых, ну вот чтоб был. Так вот, чтоб вы не делали под 500% кредита годовых, я сейчас вам расскажу о важных моментах, которые происходят в вашем организме, физиологических. Если вы не едите, что с вами будет, ребята? И вы сделаете сами себе важные выводы. Для тех, кто со мной не знаком. У меня тут Алексей Уорн. Я автор, ведущий, диетологами, лицензиями здрава Чешской Республики. Работаю уже очень много лет в нашем уникальном курсе оздоровительном, который каждый месяц берет небольшую группу людей. И я исследую анализы крови людей. То есть непосредственно работаю с практикой, ребята. То есть тысячи, тысячи анализов, ребята. Вот это вот только за последний месяц. Посмотрите, количество файлов, которые присылают к нам со всей, со всей. Посмотрите, я могу ускорить лист. Ребята со всей планеты приходят файлы к нам с исследованиями. И я помогаю людям со здоровьем. И могу точно вам сказать, что работает, что не работает. Поэтому слушайте внимательно, обязательно пальцы наверх и подписывайтесь. Ребята, значит, мы начнем с вами по поводу нашего интервального или периодического гладения. Вообще, что это вообще в принципе такое? Что это за дичь? Значит, откуда вообще взялась история с отсутствием там завтрака? А может, наоборот, лучше завтракать и не ужинать. Это тоже история очень важная. Значит, давайте с вами посмотрим, да. Изначально, да, базовая как бы история. Intermittent fasting. То есть это у нас с вами как бы интервальное голодание, которое подразумевает, что вы не едите 16 часов и едите 8 часов в сутки. Ну, это такая базовая история. Обычно счет идет вашего протокола голодания от полуночи. То есть вот мы там теоретически ложимся в 10-11, кто-то в 12. Ну, у вас полуночи для простоты счета. То есть вы ложитесь по 10-11, вы просыпаетесь там в 7-8 утра и едите с 4 часов дня, ребята. С 4 часов дня. То есть в то время, пока вы бодрствуете. Сейчас расскажу, какие процессы теоретически проходят в организме, как нам заявляют в интернетах. Я вам сейчас расскажу о своей практике. Реально исследуя анализы тысяч людей, когда к нам присылают, ребята, цифры. Вот я непосредственно смотрю в цифры. То есть не просто где-то там в интернете следование на мышах, на какой-то там практике. Или я вот увидел там в интернете, во, сейчас попробуем очередную диету. Нет, по делу. Давайте вот no bullshit, как говорится, да, без вот этой чепухи и трепни. Что происходит с тобой, если ты проснешься и не будешь есть до обеда? Значит, происходит и нам заявляют. И то, что я вижу, ребята, то, что я вижу в исследованиях анализов крови, нам как бы обещают гормон роста, да, growth hormone или human growth hormone. Что это вообще такое? Никто не понимает вообще, что такое гормон роста, какое-то там что-то, что все растет или как это, ребята. Значит, гормон роста вырабатывается нашим мозгом для простоты понимания счета, да. И концентрируется в вашей крови после того, как вы просыпаетесь. То есть фишка следующая. Когда ты спишь, гипофиз вырабатывает определенное количество, и не каждый день малое. Чем мы старше становимся, тем его меньше и меньше. Этого СТГ, самототропный гормон роста человека. И когда ты просыпаешься, он работает по принципу, да, то есть вырабатывается мозгом нашим с вами, концентрируется в крови и дальше поддерживает следующие функции. Он помогает восстанавливать ткани, заживлять разного рода атрофии, помогает с сжиганием жира и поддержанием суммарно, мы им так назовем, созидательных процессов в вашем организме. То есть самототропный гормон роста человека у детей, у которых открыты зоны роста, помогает свой генетический потенциал реализовать, а у взрослого человека тормозит атрофию процесса старения. И его вы даже не представляете, ребята, насколько часто я, когда беру исследование анализов крови, я его вижу в мизерных абсолютно значениях, в мизерных. И когда он в мизерных значениях, это означает, что мы вот курсом на айсберг, но мы можем его увеличить. Объем, как, я вам сейчас расскажу, вы можете его увеличить и как он будет на вас работать. Значит, фишка в том, что он работает только, ребята, вот здесь вот такой вот крючок, вот такая вот, так сказать, подводочка, такая важная очень. Значит, ничего же просто так не дается. То есть, ваш СТГ – самототропный гормон роста человека. Вот здесь, смотрите, есть такое понятие, как парасимпатическая нервная система и симпатическая нервная система. То есть, грубо говоря, у вас одна отвечает, значит, за функцию охота, выживания, стресс и прочее. Симпатическая нервная система. Парасимпатическая нервная система – это переваривание, усиление перистальтики, размножение, сонливость и прочая другая история. И вот когда стрессовая симпатическая нервная система запущена, она запущена до момента, пока вы не поедите, потому что она напрямую связана с выработкой инсулина. То есть, получается, фишка такая. Ты просыпаешься, ты имеешь какое-то увеличенное количество объема СТГ в крови, и симпатическая нервная система твоя работает и помогает тебе иметь то, что в твоем геноме вложено. Высокую продуктивность, жиросжигание, восстановление ткани, становку процессов старения. Ну, грубо говоря, да? Еще ряд других положительных, очень классных процессов. И он работает избирательно, этот гормон роста. Не путать ни при каких обстоятельствах с инъекциями гормона роста. Ребят, я когда вел профессиональных атлетов, когда-то давным-давно в своей жизни, и с бодибилдерами, когда работаешь, вот когда колется гормон роста, растет все, потому что он синтетический или аналог естественному, но он так или иначе не ваш. То есть, это называется экзогенные гормоны, которые приходят к нам с вами, ну, по принципу, укололи, а эффект будем вот ждать вот в ближайшее время. Чего будет со мной, непонятно. Но вот чтобы красиво выглядеть, вот если человек долго ставит гормон роста, реально начинает расти, вот вы видите у бодибилдеров пузо такое, начинают кости расти, ногтевая пластина начинает расти, суставы хуже работают, то есть это полная дичь. А в ваш, значит, есть экзогенные гормоны, которые извне приходят ваши, и у вас есть ваши внутренние собственные гормоны, которые производятся вашим организмом. Вот они работают супервыборочно там, где нужно. И вот ваш гормон роста, когда вы уже взрослый человек, он работает супервыборочно, и не каждый день. И вот ваша задача, его при помощи того, что вы дадите симпатической нервной системе, поработать чуть-чуть дольше, после того, как вы проснетесь, дать ему реализовать свой потенциал. А если вы просыпаетесь, и вы едите, то включается парасимпатическая нервная система, которая дальше тормозит процессы продуктивности, и прочих других моментов, и, естественно, останавливается работа СТГ, потому что повышается инсулин в ответ на прием пищи. То есть это получается так, еда-инсулин-симпатическая отдыхает, парасимпатическая включается. Все. Вот это самая простая истина, которую вы должны для себя понять. Значит, дальше, ребята, просто прекрасно, мы разобрались с СТГ, с самотропным гормоном роста человека, мы поняли с вами, что колоть его точно плохая идея, и вот эти вот там всякие разные фотокарточки, там с красивыми торсами, и смотрите на это, ребята, это все обман. Значит, и дальше мы переходим с вами к следующей истории. Что еще в организме происходит, когда ты не ешь? И опять же, это то, что я вижу на тестах. Это то, что я вижу, работая с моими пациентами, учениками, клиентами уже много-много-много лет. Эта работа, вы наверняка слышали, стволовые клетки. И вот ваши стволовые клетки, ребята, это удивительная, чудотворная история, которую я вижу, как можно запустить с точки зрения практики интервального голодания, но тут на шаг дальше. То есть фишка такая, ты просыпаешься и ешь, значит, где ты отодвигаешь, да, и вот ешь с четырех, это вот минималочка, то есть у тебя до четырех часов дня с момента пробуждения работает на тебя самототропный гормон роста человека, СТГ, который мы только что обсудили. Но если, если ты будешь есть с шести или с семи и дашь дальше работать с симпатической нервной системой стрессовой, но не думать стресс, что это плохо и что это разрушает, а вы видите, как это работает с точки зрения гормонов? Я вижу непосредственно исследуя тысячи и тысячи исследований крови за все эти годы людей, которые возвращаются к нам в оздоровительный курс. Так вот, если ты ешь с шести или с семи, то следующим этапом начинают подключаться, ребята, стволовые клетки, которые в вашем организме ускоряют процессы жиросжигания, помогают процессам остановки атрофии и регенерации, например, суставов, регенерации при бывших травмах, фантастически работает для здоровья мозга и нейронов, для восстановления и занятия места отмерших клеток. Это фантастически мощный процесс, который мы очень активно изучаем. Подчеркиваю, не на мышах, не на крысах, не где-то в теории, где-то по практике, где-то с реальными людьми. И сам я это делаю. Мне скоро 40, ребята, вот не за горами. Я чувствую и ощущаю себя, практикуя это каждый день, лучше, чем когда мне было 20. С тремя детьми. Так вот, фишка, ребята, стволовых клеток, что они не будут работать просто так, потому что мне захотелось. И опять же, инъекции стволовых клеток, мы тоже слышали, что где-то там в Бразилии или в ЮАР проводят инъекции. И люди путешествуют с целью сделать инъекции в поиске здоровья, когда вы можете заставить свои стволовые клетки и свой гормон роста работать на вас. Но не все так просто, естественно, конечно. Конечно, не все так просто. Поэтому дальше, отодвигая приемпись из 6-7, вы включаете еще и стволовые клетки. Следующий процесс, конечно, это не все, ребята. Это только два основных процесса из трех. И следующий процесс, он называется аутофагия или аутофагия, аутофагия на английском. Кто-то слышал исследования на крысах и мышах. Меня это мало волнует. Меня волнует поделиться с вами практикой, работой с людьми, у которых аденомы, миомы, папилломы, рак, узлы щитовидки, образование там, где их не должно быть. То есть у нас есть доброкачественные, есть злокачественные. Обычно этот рост наблюдается всегда на фоне метаболического синдрома. И я отдельно делал видео, обязательно его посмотрите, ребята. Я вам очень рекомендую. Называется видео следующим образом. В инстаграм и в ютуб. Аватарочка у нас одинаковая. Вот здесь называется «Что такое инсулиновая резистентность?» Обязательно посмотрите его. И там я рассказываю о том, как инсулиновая резистентность и метаболический синдром являются корнем большинства болезней человека. Обязательно посмотрите. И вот фишка в том, что совмещение в организме человека высокого объема инсулина и высокого объема гликированного гемоглобина вместе с этим запускают процессы роста того, что не должно расти. Когда у нас еще чуть больше есть лишнего веса, это увеличивает еще объем эстрадиола. И когда эстрадиола больше, и у мужчины, для женщин, много инсулина, то это просто идеальный шторм. И исследовать ваш инсулин обязательно. Также у меня есть отдельное видео о том, какие анализы крови обязательно сдавать и как контролировать, чтобы вы хотя бы понимали, что вам лечащий врач или просто для себя может рекомендовать, а может не рекомендовать, и насколько кривая диагностика. Так вот, фишка в том, что, ребята, наш процесс аутофагии помогает при дальнейших голоданиях. То, что после семи вечера, если вы, я, например, ем полчаса в сутки, очень долгое время, я ем, вот я всех своих уложил спать, 10, 10, 30 я ем. Сейчас расскажу, что. Но фишка в том, что, вот если вы после девяти вечера делаете первый прием пищи, и все, умереть не встать, какая дичь вообще, как можно есть полчаса, как собрать все калории. Сейчас все расскажу. И если вы едите после девяти вечера или после восьми хотя бы, то вы запускаете еще аутофагии, вообще она включается после шести, семи вечера, то есть вы, опять же, я полагаю, что вы ложитесь в полночь или в одиннадцать, поели вы там 10, 10, 30 или 9-10, ну как можно позже. И получается, вы легли спать, гипофиз задействуется во сне. И здесь очень важно понять, что это же не просто так, значит, задействуются во сне все эти процессы. Это, значит, задействуется в самую глубокую фазу сна. Поэтому так важно спать хорошо и правильно и глубоко. Есть такое понятие, как циркадные ритмы и глубина фаз сна. Глубокий сон наступает на 90-ую минуту после засыпания. И у вас, если повезет, две, может быть, три фазы сна за ночь есть. Вот в одной из них СТГ, самотрубный гормон роста, вырабатывается, в одной из них увеличивается концентрация стволовых клеток, и вы их держите в течение дня и заставляете их работать на вас. А позже, после 5-6, начинает работать та самая аутофагия, когда используются в энергию ненезаменимые клеточные структуры. И происходит это на клеточном уровне, ребята. То есть, если вы в течение полугода практикуете высокий протокол, то есть, когда вы идите позже, ближе к вечеру, интервального или периодического голодания, это заставит ваш организм то, что мы, опять же, не моя хотелка, ребята. Это я вижу, когда присылают ребята исследования и ходят на КТ, и ходят на УЗИ, миомы уменьшаются, кисты уходят, аденомы отступают, уменьшают. То есть, организм заставляет наши клетки включить через симпатическую нервную систему процесс, ну, считайте это, когда по сусекам, вот так, да, использование ненезаменимых, ненезаменимых клеточных структур. То есть, горит просто в топке энергетической все вообще, что в принципе может гореть. И в этом плане это лучше и главный защитник ваш от рака. Если у вас онкология, практика интервального голодания и борьба с метаболическим синдромом инсулиновой резидентности, упускание инсулина вниз и лишение рака пищи, это ваша основа, которая поможет вам бороться. Так вот, аутофагия фантастически круто работает после 6, 7, 8, 9 вечера. Очень мощный процесс оздоровления, омоложения, регенерации вместе. Мы берем с вами гормон роста, который работает. Это первая история, о которой мы говорили. То есть у вас вот эта связка гормон роста. Следующая у вас история идет с стволовыми клетками. Следующая у вас часть это аутофагия. И вот эти три ключевых поворотных момента я вижу в подтверждениях анализов, в субъективных и объективных исследованиях и в консультациях, которые я провожу, что это меняет жизни людей, спасает жизни людям. Ну, конечно, есть всегда одно но. Не может просто так это все быть вот так вот вот на. Почему никто об этом не говорит? Потому что это сложно, ребят, сложно проснуться и быть активным и постараться не есть до обеда или ближе даже к вечеру. Это очень сложно. Это заставляет вас дисциплину включать. И сейчас мы будем разбираться с вами, ребята, это о инсулиновой резистентности. Я говорю регулярно. Инсулиновая резистентность это то, где большая часть людей находится. Они едят больше, чем нужно углеводов. Их поджелудочное производит огромное количество инсулина. Инсулин связывает эту энергию и она уже не может попасть в клетку и отправляются по большей части жира, жирения печени. И дальше вам снова хочется есть и у вас вот эти качели получаются, которые, представьте себе, как американские горки, да, вот эти вот падения, да, и это вот глю, глюкоус, блуд, левел. И если вы представите, что каждый раз, когда у вас прием пищи, у вас вскакивает инсулин инсулин и выглядит вот так вот, ребята, да, ты просыпаешься, поням-ням и дальше крах к 11-12, обед поням-ням, дальше крах, дальше снова ням-ням. И вот здесь обычно люди делают перекусы. И вот это вот ваш главный момент, чтобы вы поняли, да, не есть завтрак, не есть обед, а ближе к ужину и когда у тебя еще и по кето, и я вас тысячекратно заклинаю, ребята, у меня сейчас было важнейшее видео о кето, значит, вот так вот выглядит эта аватарка, что такое кето, зачем оно нужно? Называется кето-диета, это бред сумасшедшего. Посмотрите, пожалуйста, если вы будете правильные продукты подключать и выбирать мясо, рыба, овощи, орехи, семена сырых, просто мяско, салатик, сладкоежите, пожалуйста, у Дарьи, у супруги моей есть телеграм, там шикарные десерты, рецепты, фантастические абсолютно, вы будете на 100% удовлетворены и меня больше все интересует, то, что вы просыпаетесь, вы не едите, у вас нет даже голода, и у вас будет вот эта ровная полоска инсулина и глюкозы, и у вас не будет скачков, и у вас не будет инсулиновой резистентности, и у вас не будет хотеться есть, и у вас не будет метаболического синдрома, упасете себя от рака, диабета и главных убийц современного человека, и дадите столовым клеткам гормон роста и аутофагии работать на вас. Все очень просто, но нужно заставить себя не есть любимые чипсы, не пить любимое вино, не есть любимое печенье, не антистресс через сладенькое или еще какую-нибудь чепуху, тарелка жареной картошки, или лучше еще прям со сковороды жареной картошечки, нямочка, просто шикарно, но мы не имеем культуры питания, я умоляю вас, посмотрите, пожалуйста, вот это видео о кето, где все по полочкам разложено, что вам нужно есть, когда вам нужно есть, и как выглядит ваше меню, и когда вы это делаете, то у вас, в принципе, голода нет, и у вас вот этот баланс грелинолептиновый, он очень задействован вот в этом гормональном фоне, где у вас грелин, гормон голода, вас тилипает постоянно, лептин, гормон сытости, который вырабатывается жировым депо, к нему чувствительно стеряется, и вот чем у вас больше вес, тем у вас больше вот эта вот история с голодом, с тем, что вам приходится постоянно искать, чего бы перекусить, я так многих вижу, а в кармашке вафелька, а в машинке там какая-нибудь МНДМсик, а на работе, в столе там еще какая-то там чепухастая, ребят, вам это не нужно, это наоборот сокращает потенциал вашего организма, и как синдром отказа, если правильно подойти к этому моменту, то будет суперстабильность, поэтому стабильный уровень глюкозы крови, хорошо работающие стволовые клетки, работающая на вас аутофагия, значит, баланс правильной рептина и грелина не дадут вашей инсулиновой резистентности распоясаться, и работа симпатической нервной системы дает тебе высокий фокус, и ты очень круто себя чувствуешь, что можно пить и есть, когда я не ем, вот что, да, когда мы с вами говорим о, там, я же проснулся, вот что делать, вы умываетесь, чистите зубы, делаете, идете на работу, что пить, ребята, пить чай, кофе, вода, вода может быть с газами, без газа, кофе без молока, без сливок, максимум можете сделать так называемый бронебойный кофе, и добавить в него масло сливочное, перебить его в блендере, вот эти истории из капучино, нет, я лично беру чистый эспрессо, и вот он у меня, чтобы не быть голословным в моей кружечке, значит, и у меня получается утром, но пожалуйста, не забудьте, ребят, минимум 30-40 минут после пробуждения ваш кофе, потому что и так кортизол высокий, когда просыпаетесь, не повышайте его через кофе, поэтому утром, или в первой половине дня, можно так сказать, ваш кофе, и где-то после обеда, не перебирайте 300 миллиграмм кофеина, это любому человеку здравый совет мой, потому что будет усталость коры надпочечников, и много кортизола, будете плохо спать, и много переживать, и тревожиться, соки разные, это чепуха, это просто или вода с медом, пожалуйста, до 5 калорий в 100 миллилитрах напитка, поэтому кофе, зеленый чай, травяные чаи, но не ягодные чаи, или просто вода, ваши лучшие друзья, вы можете использовать, если вам дурно, и у вас инсулиновая резистентность, и у вас просто вот падает давление, плохо себя чувствуете, холодный душ, конечно не хочется, это туда же, в ту же копилку дисциплины, и качественного подхода к выборам жизненным, холодный душ поднимет вам количество в крови, через глюкониогенез, так называемый, ваше тело прекрасно справляется и без вас в производстве этих объемов минимума глюкозы, которые вам нужны, а вам нужна глюкоза, но это не значит, что нужно ее есть, это означает, что тело производит прекрасно, этот процесс называется, еще раз, глюкониогенезис, Глюкониогенезис. Это процесс, который образует в вашем организме то количество глюкозы, вырабатывает ваше поджелудочное такое гормон, называется глюкогон, который подает вам возможность быть автономными. Но у нас эта автономия на нуле из-за того, что мы любим по ням-ням. Понимаете, какая штука? Вы можете облегчить себе, если вам прям, ну вот, нехорошо. При помощи МСТ-масла. МСТ-масло кокосовое. Берете там полстоловой ложки каждые три часа. Оно классно поднимает уровень энергии. Это кетоэнергетик так же называется. И очень хорошо дает вам возможность чувствовать себя стабильно. Каждые три часа три четверти столовых ложки, если вы весите более 90 килограмм. И просто шикарно. И дальше вы отодвигаете каждый день на час первый прием пищи. Или, например, вы сразу с четырех или сразу с пяти. Вы представьте, у вас 10 лишних килограмм. И опять же, у меня есть отдельное видео, где я рассказываю, как вообще и куда девается жир. Ребята, вот здесь вот такое видео есть. Значит, о жире и о том, куда он уходит. Большая часть людей вообще не понимает, как же разжигание проходит. И, значит, вот здесь, да, называется. За сколько реально похудеть? Посмотрите это видео, ребята. Посмотрите это видео. Оно просто шикарно. Оно вам покажет, что в одном килограмме жира там нет 7,7-8 тысяч калорий. И у вас там ожидание от того, что за недельку сейчас мы похудеем, это, ну, смешно немного. Вам нужно запастись терпением и дисциплиной. Понять, что в 10 килограммах жира, ребят, 80-90 тысяч калорий. А ваша дневная потребность 2. Поэтому, если вы соблюдаете дисциплину и дадите возможность организму работать по правилам и принципам пользования, вы будете иметь более чем достаточной энергии, она у вас в избытке в жире кроется. И даже если у вас нет лишнего жира и жир 13-15%, поверьте, каждый день мне, например, не нужно худеть. Я рост 180, вес сейчас 77,5. Идеально процент жира там 12 получается. Я регулярно тренируюсь. Сейчас мы об этом с вами поговорим. И это мега круто. Дает возможность твоему организму быть продуктивным. И реализует весь потенциал твой и продуктивности, и здоровье, и инвестиции в будущее. Так вот, следующий момент, это активность. Вы можете еще больше увеличить объем СТГ, стволовых клеток и аутофагии, и заставить, а это уже следующий этап, называется биохакинг. То есть вы повышаете свой потенциал, поверьте, вы в 50 будете лучше мыслить, думать и продуктивнее, чем когда вам было 18. 10 тысяч шагов в день вы стараетесь делать. И это не значит, что за час, за два или за три. Суммарно вы стараетесь быть активными в день. Вы стараетесь всегда в окне голода потренироваться. Тренировки обязательно нужны любому здоровому человеку. Тренировки это супер важно. Вы, если можете, в идеале, в окне голода, вы идете в тренажерный зал. Значит, сейчас я адресую вопрос того, что мышцы там сжигаются, нет сил, чепуха полнейшая. И в зале вы проводите низкую или среднюю интенсивную тренировку, заканчиваете высокой интенсивностью, то есть у вас силовая для половых гормонов, интенсивная для СТГ. Дальше вы заходите один раз в сауну, конкретно разогреваетесь. Это заставляет в вашем организме вырабатываться белки теплового шока. И дальше вы идете в, значит, холодный душ. Это просто фантастика. И холодный душ не просто заскочили-выскочили или ведерко опрокинули, а холодный душ, ребята, 45 секунд. 45 секунд. И это включает дальше еще адаптативные функции в вашем организме. И вы просто будете в шоке, если вы вот эту связку биохакинга подключаете и едите после обеда. Когда тренируетесь в первую половину дня, и у вас холодный, и баня, и тренировка, и работа, и семья, и вся ответственность. Я это очень хорошо понимаю, поверьте. Вся ответственность и все это можно вместить в 24 часа. Чемпионы все успевают, главное не находить чемпионские оправдания. Почему? У меня нет времени или у меня слишком много в жизни и так без этого. И получается вот так ты начинаешь работать по правилам организма. Опять же, я говорю и отталкиваюсь не потому, что мне так хочется. Потому что, да, ребят, я бы с удовольствием хотел и завтракать, обедать и ужинать. С удовольствием, я бы просто в кайф, с огромным и при огромной радостью, ребята, я бы хотел круассанчики с медочком на завтрак. Но когда были круассанчики с медочком на завтрак, ребят, я выглядел вот так. Вот здесь вот мне 20, а вот здесь вот я сейчас, понимаете? Вот это вот с и без практики интервального голодания, с и без тренировками на голодный желудок, с и без кета, это крайне важные доказательства лично для меня, что это работает, и для вас показать на того, что это реально творит чудеса. И те, кто нас оставляют, ребята, с опытом, те, кто проходили наш курс оздоровительный, комментарии оставляйте. И сейчас мы с вами переходим к, да, к изначально. Гастрит и язва. Может ли быть на интервальном голодании? Вы с утра пьете вашу водичку. Вы понимаете, что вы берете там кофеечек свежепомолочный, свежеваренный. От чего гастрит и язва, ребят? Из-за хеликобактера. Из-за того, что некачественное питание уничтожает флору и кишечника, и стенка желудка страдает. И просто начинает образовываться очаговый гастрит, дальше язвы, колит и прочее. Я с этим огромное количество времени провожу в диагностике и в работе. Ни при каких обстоятельствах, ни язв, ни гастритов, ни камней, которые образуются от как раз частых приемов пищи, холестериновые депозиты превращаются в камни, в желчном. То есть интервальное голодание – это ваш мощнейший инструмент. Если у вас уже есть гастрит, то вы берете ваши лечебно-столовые натриевые воды утром, литр. А за час до еды вы берете свежежатый капустный сок, капустный, зеленый. Это поможет вам при язвах, при гастритах. Значит, сгорят мышцы, ребята, если ты не будешь есть. Ну, опять же, я перед вами сижу, я вам выкладываю истории, я постоянно тренируюсь. Мышцы не сгорают, ни при каких обстоятельствах, это невозможно. Это абсурдный бред людей, которые не понимают, что катаболизм или, по сути, разрушение тканей для потребностей острых в энергию человеческих, ну, не проходят через разрушение мышц, вам нужно есть хотя бы дней 10, для того, чтобы ваши мышцы не путать с уменьшением количества гликогена. Да, у вас может быть меньше сил, если вы в калорийном дефиците, если вы худеете, это нормально, но ваши мышцы никуда не деваются. Значит, завтрак съешь, самое ужин отдай врагу. Ребят, работая с кухнями мира, и часто там, а вот средиземноморская диета, а вот такая вот кухня, а вот там в Азии, там все, ребята, не бывает яблок красивее или травы зеленее в соседнем саду. Это абсолютно абсурдная история. Нет такого, что какая-то диета, или вот там бабушка жила до 100, не-е-е. Ваша задача понять, что больные, кривые, косые, и где-то там кажется, что все вот наши бабушки в 50 уже как бабушки, понимаете? Моя задача, чтобы вы реализовали свой потенциал, и в 50 у вас просто только старт энергии, понимаете? А в 90, чтобы вы были просто на низком старте, и были мега активны, и с вас был пример. Поэтому, ребята, пельмешечки, варенички, домашняя кухня. Это я делал видео, опять же, у Кета я рассказывал, что это регионально доступные продукты, которые далеко не подходят вашему организму, и я очень много изучаю антропологические, значит, факторы, которые вложены в ваш ДНК, еще раз, антропологические факторы и 3 миллиона лет эволюции, которые вложены в ваш ДНК, ребята. Что вам нужно? Вам нужна еда реже, вам нужна еда проще, вам нужны мясо, жиры, вам нужна Кета. Простейшая базовая активность. Это в вашем ДНК вложено. В вашем ДНК не вложено есть 5 раз в день, и не иметь сил подняться по лестнице с авоськой, если у тебя там кружится голова, значит, в обморок, ребята, из-за того, что падает глюкоза, вы не упадете. А если вы этого боитесь, то лишите инсулиновую резидентность как можно быстрее. Просто обожаю. Я его оставил напоследок. Веда гниет в желудке, потому что вечером желудок засыпает. Это вот одни из тех комментариев, которые поражают просто меня, как человека с двумя высшими образованиями, ребята. У меня сразу встречается вопрос. А сердце, наверное, тоже ночью, когда вы ложитесь спать, засыпает и останавливается. Люди сразу в ступор включают. Ребята, парасимпатическая нервная система как раз подразумевает вечерний прием пищи, когда покой, когда вам не нужно особо никуда бежать, когда вы можете уже спокойненько покушать, лечь, отдыхать. И как раз это дает приток крови к вашему кишечнику. Вспомните, как после обеда у вас сонливость включается дикая. Почему? Потому что кислород потребляет огромная капиллярная сетка в вашем ЖКТ, которая все туда отдает, и вы просто на работе засыпаете. Поэтому, ребят, ни при каких обстоятельствах ваш желудок не засыпает. И, значит, не могу работать, и что можно на голоде, и слабая продуктивность, и тренировки мы уже с вами обсудили. Поэтому подковывайте себя интеллектуально. Не дайте себе предубеждениями, непониманиями или некорректно истолкованными физическими процессами в вашем организме быть запуганными и потерять ваш потенциал. Вы огромное количество можете, ребята, но дисциплина, культура питания и всегда боль дисциплины или боль сожаления. Выбор только за нами. Выбор только за нами, ребята. Я от всего сердца вас, конечно же, приглашаю к нам в оздоровительный курс ПГ-марафон, который стартует сейчас в ближайший сезон 17 сентября. Если для вас эта тема актуальна, пожалуйста, под видео в YouTube и в Instagram. Вот здесь вот у нас инструкции, как к нам присоединиться. Или под этим видео в YouTube в описании вы раскликиваете. Если у вас это не актуально, вы смотрите видео, вы запоминаете. Ребята, сейчас уже огромное количество роскошнейшего, шикарнейшего контента, который помогает вам быть здоровыми людьми, помогает вам инвестировать. Но через одну вещь, через дисциплину. Пошу вас, смотрите вот эти видео. Смотрите у нас о кето, значит, о яблочном уксусе. От варикоза до панических атак, от похудения до, значит, целлюлита. Все это супер важно. Но, пожалуйста, потребляйте, запоминайте, инвестируйте, помогайте себе и своим близким и становитесь лучшей версией себя. Всем здоровья!